Скласти полную картину об наступствах у чарашней авары на Светлогорском ЦКК по коль немогчима означают представники официальных ведомств. Необходно дочекаться выника у всех проводимых экспертиз. И только тогда охучивать информацию, полную и докладную. Нагадаем, у сгорания отбылося у понеделок приблизно у 11-1 ранницы. На Светлогорском целлюлозно-кордонном комбинате прогрымел выбух, после чего огонь охопил резервуар с горучим. У емистости объемом 200 кубичных метров находился таловый аллей. Пожар локализовали, на это спотребилось калях одины. После полной часа жителлялся поли у емистости для снижения температуры ваткости. А кроме вратовальников на место одразу выехали и экологи. При обследовании мест аварии установлено разлив талового масла, локализованных в бетонных ограничителях, ограждающих емкость, охлаждающая емкость воды отводится в сетке канализации на территории предприятия с последующей подачей вод на существующие биологические очистные сооружения предприятия. Из выпуска поверхностных источных вод воды отсутствуют. При визуальном осмотре места выпуска источных вод после биологических очистных сооружений в реке Березина масляные пленки, а также пены не зафиксированы. С уместными экологами на место працевали и специалисты группы мониторингу новокольного сяроидзе Белдярж-Гидромета. Проведены отбор проб атмосферного поветра на меже санитарно-оборонной зоны. Вызначались шесть показчиков. Только по одним утрымливанием формальдегида отзначено невеликое перевышение нормативу. Однако грубым порушением это не назвать. Подстав для паники нема. Специалисты у темлику областной санитарной службы протягивают сашить за ситуацией. Призначены додатковые отборы проб.